Видеокарты можно считать, если не самой главной, то точно одной из самых основных и дорогих составляющих любых современных компьютеров. А значит, к их выбору необходимо подойти с особым вниманием. В сегодняшнем видео я помогу понять вам, какую видюху разумно покупать за ту или иную стоимость. Рынок был, в учет брать не буду, только DNS, как обычно, чтобы было удобно всем, но и в то же время иногда буду отмечать предложения Сазона, а также менее известных магазинов, просто для понимания, сколько можно сэкономить. Но сразу скажу, чтобы не иметь проблем с гарантией, всякими пересылками и прочим, я лично советую покупать только в крупных сетях и желательно недалеко от дома. Я лично взял себе RTX 4080 именно из DNS, хоть и мог сэкономить порядка 10-15 тысяч. А еще отмечу, у меня в телеграм-канале в закрепленных постах висят списки видеокарт по цене за FPS. Есть под Full HD, 1440p и 4K. Это удобная тема для тех, кто не понимает, стоит ли переплачивать за ту или иную видеокарту, или же для тех, кто ориентируется на определенное количество кадров при том или ином разрешении. Ссылки на списки, а также на сам телеграм-канал будут в описании под видео, так что не стесняйтесь и обязательно заглядывайте к нам в телегу. Абсолютный топ в данный момент это GeForce RTX 4090. Ее вполне разумно покупать в пределах 140 тысяч. И кстати, со 142 она стартует в DNS. Хотя, если вы заглянете на Озон, то точно такое же исполнение, Полит, Геймрок, Омни Блэк, можно взять в районе 135 тысяч рублей. Продает сам Озон и доставляет буквально в течение 5 дней. Правда, опять же, в DNS у вас будет 3 года гарантии, а Озон вроде как дает 1, а все остальное от производителя. Причем, что интересно, если вы заглянете в другие магазины, то вполне можете найти версии данной видеокарты чуть ли не за 400 тысяч рублей. А что же до менее известных магазинов, вряд ли вы найдете данную видеокарту дешевле 140 тысяч. Более-менее интересно вот эта вот гига за 139 900 в компдее. Однако, удобен он скорее для тех, кто живет в Москве, так как доставка недешевая и достаточно долгая. Далее, разумно было бы поставить RTX 4080, но все же по своей совокупной производительности сюда становится RX 7900 XTX. Правда, в данный момент купить эту новинку не так уж и просто. Ненадолго она появлялась в DNS за 95 тысяч, но их быстро раскупили. А что же до других магазинов, там она чуть дороже. В R7 можно найти за 103 450 рублей. Такая же цена в 28 бит, такое ощущение, что они просто закупились в DNS. На Азоне имеются варианты только из-за рубежа, и в среднем за 120 тысяч, плюс еще и кушлину придется заплатить. И в общем-то на этом все. Самую топовую AMD карту прямо сейчас приобрести проблематично. Но в целом, если вы рассматриваете ее к покупке, то в принципе это не самое плохое решение, правда в пределах 1000 так 90. Ну максимум по 95, как это было в DNS, и то неясно, когда подвезут новую партию. Правда здесь важно учитывать всю AMD специфику. Достаточно странный кристалл Na'Vi 31. Некоторые особенности его эксплуатации, вроде достаточно большого энергопотребления в простое, и 110 градусов по ходспоту, и еще множество других нюансов. Но в целом, как раз таки по цене за FPS это будет неплохое решение в пределах 90 тысяч. А вот далее идет уже RTX 4080. В DNS она стартует со 103 тысяч, что и нехорошо, и неплохо, но неудивительно, с учетом скачков курса доллара. Тем не менее, у нас снова есть возможность немного сэкономить при покупке с Ozone. Ну или же в других магазинах, вроде R7, где она стартует со 97. Такая же история в CompDay, и в принципе то же самое в 28-бит. Это московские магазины, которые как правило чуть дешевле крупных сетей, но они сильно зависят от курса доллара. До того, как бакс подскочил, именно у них имелась возможность приобрести 4080 в районе 89-90 тысяч. И в принципе это очень даже достойная карта за эти деньги. А вот AMD-шный предтоп RX 7900XT, так же как и XTX, стартовала в DNS, но была чуть дешевле за 88 тысяч. Причем ее очень долго, не раскупали и даже по итогам дня писала остаток 54%, правда позже ее убрали из каталога. То есть прямо сейчас, в том же DNS никакую 7000 RX вы не купите. Хотя возможно в момент просмотра этого видео они уже появились в продаже. И в принципе, что же вот до XT-шки, я бы не покупал ее дороже 80 тысяч. Даже тот ценник, по которому она стартовала в DNS, слишком высок. Что же, до возможности приобрести ее в каких-то других магазинах, здесь, честно говоря, все плохо. Пока данных карт очень даже немного. Доступны они, конечно, на Озоне Глобал, но опять же, ценник в промежутке от 90 до 100 тысяч. То есть и пошлину придется платить, и это реально дорого даже в сравнении с 4080. С новинками вроде бы разобрались, но уже вот-вот должна будет появиться в продаже RTX 4070 Ti. И по идее, в нашей рознице она будет где-то тысяч за 75-80. Что в принципе неплохо, если учитывать ее производительность, по которой она четко становится между 3090 и 3090 Ti. То есть по игровой производительности это даже не самое плохое решение для 4К. А в рабочих задачах, предварительно, она показала себя даже лучше 3090 Ti. То есть в принципе, карта будет интересной за свою цену. И если вспомнить, за сколько продавали и даже сейчас продают 3090 и 3090 Ti. Одна беда, уложить у себя в голове то, что 70-я карта стоит так дорого, честно говоря, трудно. И да, похоже, что обычная 4070 будет тысяч так за 60, что тоже совсем не радует. Ладно, возвращаемся к предложениям из нашей розницы. Следуя по порядку, разумно было бы сказать про 3090 и 3090 Ti. Но они мало где остались в продаже, а там где есть, продаются в среднем тысяч так за 120. Что, конечно, вообще неразумная покупка за эти деньги. Тут нужно либо чуть добавить и взять 4090, либо дешевле приобрести 4080. Причем и та, и та карта ощутимо лучше, чем 3090 и 3090 Ti. Следом идет прошлый AMD топ RX 6 950 XT. В DNS есть варианты по 77 тысяч, и вроде бы это не так плохо, если учитывать то, что она буквально на 15-20% слабее от 7900 XT. Ну а что же до других магазинов? Вот, к примеру, такая же в CompDay за 74 тысячи, а в остальных местах цены и того выше. Итог прост. Такую карту можно брать тысяч так за 70, если вас не смущает вся специфика AMD. То есть слабая производительность с трассировкой лучей и далеко не самая лучшая совместимость с рабочим софтом. Далее идет 3080 Ti, но честно говоря, с ней все сложно. В DNS ценник высокий, в районе 100 тысяч. На Озоне может попасть неплохое предложение, но это будет сомнительный пиладн. Но и в менее популярных магазинах все тоже не очень весело. Лишь в CompDay еще реально попасть на 3080 Ti в районе 85 тысяч. Но это, честно говоря, много для такой видеокарты. Что опять же совершенно неудивительно. От 3080, 3080 Ti, 3090 и 3090 Ti NVIDIA хотели избавиться максимально быстро. Что в принципе почти случилось. Следующие на очереди 3070 и 3070 Ti. Их тоже достаточно скоро уберут из продажи. Осталось избавиться от складских запасов. Поэтому если вдруг вы где-то нашли ту же 3080 Ti тысячу за 65-70, то покупайте. Главное, чтобы была гарантия. Хотя, с другой же стороны, может лучше дождаться 4070 либо 4070 Ti. Возвращаясь к AMD, стоит рассмотреть RX 6900 XT. Они в DNS стартуют со 70 тысяч. И это при условии того, что данная карта на 20-25% отстает от 7900 XT. Будучи еще хуже в трассировке лучей. Но в принципе, в промежутке от 60 до 70 тысяч ее можно брать. Хотя, даже их с каждым днем становится все меньше. Просто, для понимания, вот вариант. Из компдея за 65 тысяч. Что в принципе норм. Далее, обычная 3080 и 3080 на 12 гигов. В DNS остались лишь 10-ти гиговые карты, которые стартуют с 67 тысяч. Однако, если мы посмотрим в другие магазины, то вот, к примеру, в 28 бит, 10-ти гиговая 3080 за 60 тысяч и 12-ти гиговая за 67 тысяч. Похожие предложения есть в компдея и практически аналогичная история в R7. Брать можно, главное не забудьте посчитать цену за FPS. По этому показателю очень интересный смотрится RX 6800 XT, которая в DNS стартует с 59 тысяч. И, честно говоря, вы вряд ли где-то найдете данную карту по более разумной цене. Так же, как и обычную RX 6800, которую в DNS можно взять за 53 тысячи. В противовес, от зеленых имеется 3070 Ti, начиная от 56 тысяч. Вроде и норм, но, к примеру, на R7 есть предложение дешевле 50-ти, что вполне себе здраво, как за 70-ю ти-айку. После разумно поставить Radeon RX 6750 XT. В DNS ее можно взять, начиная с 43-х. И это достойный выбор за эти деньги. Следом идет 3070, она в DNS начинается с 47-ми. Но, к примеру, на Comp Day имеются за 45, а в 28-бит так и вовсе с 44-х. Кстати, примерно за эти же деньги можно взять обновленную 3060 Ti на GDDR6X памяти. В DNS они незаметно появились и стартанули с 43 тысяч. Причем важно понимать, что обновленная 3060 Ti за счет быстрой памяти иногда показывает себя даже лучше, чем 3070. Она имеется в моих списках по цене за FPS, так что вы сами можете все посчитать. Следом идет очень неплохая RX 6700 XT. Ее сейчас можно взять, начиная от 39 тысяч в DNS. Правда, на этом фоне однозначно выигрывает обычная RX 6700, которая стартует с 34-х. И именно ее можно считать прямым конкурентом 3060 Ti, которую в обычном варианте мы не рассматриваем. На GDDR6 там идет Hunix, про который многие и так знают. А если вдруг вы не в курсе, то вот отдельный видос у меня на канале. Смотрите по подсказке. Я могу лишь точно сказать о том, что Zotac 3060 Ti идут на памяти Samsung. Но она мало где имеется в магазинах. Сразу после AMD-шная RX 6650 XT. Она начинается с 31 тысячи в DNS, и это хорошая карта за эти деньги. Что же до обычной 6600 XT? Если где-то найдете ее дешевле 30 тысяч, то можете брать. А дороже она смысла не имеет. Одной из самых удачных карт по соотношению цены-производительности можно считать обычную RTX 3060. Правда, у нее есть не самая удачная 8-гиговая версия. В DNS она продается чуть дешевле 30 тысяч, и честно говоря, за эти деньги данная карта не имеет смысла. Лучше добавить буквально пару тысяч и взять уже полноценную 12-гиговую. Либо же смотрите на AMD-шную бюджетку, обычную RX 6600. Она стартует с 26 тысяч, будучи почти аналогом 3060, серьезно, опережая 3050, за которую почему-то просят почти столько же. Тем не менее, если вам хочется начальную карту под Full HD Gaming с более-менее адекватной поддержкой трассировки лучей, то в принципе можно рассматривать 3050. Особенно, если вы конкретно не любите красные видеокарты. Ну и в этом случае, возможно, стоит задуматься о небольшой доплате, пусть даже за 8-ми гиговую 3060. Кстати, примерно за ту же цену, что и 3050, можно взять 2060, а она в некоторых играх показывает себя ощутимо лучше. Далее, красная бюджетка RX 6500 XT, и это очень неплохая карта для максимально бюджетных сборок. В DNS ее можно найти в пределах 15-16 тысяч, а если хорошо поискать, то есть и более удачные предложения. Если опускаться еще ниже, то это RX 6400. Норм-карта для компактных ПК, которая тоже неплохо показывает себя при Full HD. В противовес, вроде бы имеется 16-я серия Nvidia, но они почему-то пока еще дорогие. Хотя 1650 стартует с 12500, и, возможно, кому-то она будет интересна. Закончить можно на GTX 1630, но то, сколько за нее просят, вообще отбивает какое-либо желание покупать себе такую карту. Если бы 1630 отдавали 1000 за 8, то, возможно, она имела бы хоть немного смысла. А на этом все. Делитесь своими мыслями в комментариях под видео, а также ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы остаться в курсе всех новостей. Спасибо за просмотр, удачи и до новых встреч.